Побывать на миниатюрном стойбище, расположенный в черте города Лентора, этнографический музей словно островок истории самого малочисленного народа сургутских ханты – пимские ханты. Проживающий на берегу реки Пим, этот народ считается уникальным благодаря своему диалекту, социальным и культурным традициям. Именно поэтому музей привлёк к себе внимание Министерство культуры Российской Федерации, которое включило его в топ-12 лучших учреждений под открытым небом. Мы не могли рассчитывать, потому что мы совсем не знали о том, что будет составлен такой рейтинг, и поэтому для нас это стало супернеожиданной новостью. Но это очень приятная новость, очень мы довольны и рады, что это такой плод нашей работы, что нас признали и внесли в рейтинг. В Ленторском архитектурном комплексе жилых и хозяйственных построек есть четыре сезонных жилища, оленей дом, а также традиционная хлебная печь и костровое место для приготовления пищи. Всё это расположилось на живописном берегу реки Вачимьяун. Когда-то на этом месте было стойбище семьи Пимского ханты Марка Ивановича Востокина. Нынешние постройки возвели 25 лет назад, чтобы сохранить архитектурное наследие коренного северного народа. Здесь избушки, сараи и оленей дома – загоны. Приманивают оленей хлебом, посыпанным солью, а зимой – мелко толченой мороженой рыбой. И на ночь обязательно олени закрывают. В таком доме летом олени спасаются от таежного гнуса. У входа в дом обязательно устраивают дымокурни. Дымокурни огораживают изгородью для того, чтобы животное не обожглось. А зимой в таком доме животные спасаются от холодных северных ветров, согревая друг друга теплом своих тел. Прогуляться по музею под открытым небом может каждый. Все объекты находятся в свободном доступе. Вход бесплатный. А вот узнать больше о бытовых и культурных обычаях пимских ханты или даже пройти обряд эйверне для молодожёнов можно в самом здании музея, посещение которого обойдётся взрослому туристу всего в 45 рублей. Юлия Плескачёва, Сергей Коликов, Сургут Интерновости, Лентор.